Уважаемые коллеги, в условиях пандемии наша проблемная научно-исследовательская лаборатория также работает в таком походном варианте. Наша первая клиническая база, первая горбольница города Смоленска стала инфекционным госпиталем. И нам пришлось переезжать в зеленую зону, потому что все сотрудники сейчас нашей лаборатории работают и в красной зоне. Старший научный сотрудник Морозова Татьяна Геннадьевна в инфекционном госпитале номер 1-2. Аспирант Венедиктова Дарья Юрьевна в инфекционном госпитале номер 3. Аспирант Тихонкова Анна Витальевна в инфекционном госпитале номер 4. И ваш покорный слуга в инфекционном госпитале номер 5. Все сотрудники и общее направление лаборатории это мультимодальность. То есть сотрудники являются рентгенологами. У нас аспиранты работают в кабинете МСКТ, где делают МСКТ грудной клетки. Я говорю об основных тренде при ковид-инфекции. Мы здесь в 5-м и 4-м госпитале делаем ультразвук плевральных полостей и при необходимости брюшной полости. И оказаны мини-инвазивные манипуляции, то есть плевральные функции. Поэтому вот эти вот два месяца, когда мы не были в таком активном с вами режиме, мы отрабатывали навыки работы в условиях пандемии. Но поэтому все-таки великий праздник, День Победы и парад Победы будут 24 июня. И мы все-таки логичным после этого важного для нас события, мы начинаем потихоньку работать в плановом режиме. Мы выпустили в этом году, в 20-м, двухтомник, посвященный эластографии. И в этом двухтомнике мы будем касаться вопроса эластографии, но мы о них будем говорить в сентябре. Вот здесь даже у меня подсказка. На выездных конференциях в РНЦХ, Москва, в Санкт-Петербургском радиологическом обществе будет проводиться конференция. И мы планируем провести онлайн конференцию, а может быть все-таки удастся уже и не только в электронном формате, и с Гродненским государственным медицинским университетом конференцию «Современные проблемы радиационно-экологической медицины, лучевой диагностики и терапии». Это Республиканская научно-практическая конференция Гродно, где мы будем также принимать участие. И я хочу анонсировать, 25 сентября у нас будет конкурс молодых ученых с международным участием. То есть мы приглашаем молодых ординаторов, студентов, аспирантов без степени принять участие в этом конкурсе молодых ученых. Смотрите ссылки на Курьозитас ВКонтакте и на сайте нашей проблемной научно-экологической лаборатории. В июле мы планируем серию семинаров научно-практических, где первым будет логичная презентация нашего нового учебного пособия по контрасту сильному ультразвуку при диффузных заболеваниях печени. Это будет 7 июля. 14 июля мы проводим в онлайне вебинары, конечно. Мы будем проводить методику плеуральных пункций при осложненном течении вирусных пневмониях в условиях инфекционного госпиталя. Мы покажем, если это формат практического семинара, то есть мы покажем, как это делать с соблюдением правил асептики и антисептики. И 21 июля мы проведем, потому что практический семинар, возможности контраста усиленного ультразвука в нефрологии. То есть для оценки перфузии почек. Видите, то есть мы возвращаемся все-таки к нашему основному тренду. То есть мы заканчиваем двухтомником проблему эластография, о которой мы будем говорить, как я уже сказал, в сентябре. А в июле мы будем говорить о основном таком генеральном направлении нашего лаборатории. Это контраст усиленного ультразвука. Надеемся, что все мы будем живы-здоровы, что мы справимся с этой историей, справляемся уже с нашей пандемией. Надеемся, что наши подразделения лучевой диагностики по всей стране выйдут более усиленными. И вот то, что мы проводим, вот эту вот методологию, что врач лучевой диагностики должен уметь делать и ультразвук, и МСКТ, и рентген, и тут же делать плеуральную пункцию, полностью подтвердилось. То есть у нас один доктор в нашем инфекционном госпитале Смоленске делает сразу вот этих три вещи. Этим самым мы экономим три врача. Надеемся, что мы этот опыт обобщим, осмыслим, и где-нибудь в конце 2020 или 2021 году мы доложим этот опыт. Так что, уважаемые старатники, я все время думал, как бы обратиться к коллеге, к друзьям, к товарищам. А вот видите, в русском великом и могучем языке есть слово «соратники». Уважаемые старатники, надеюсь, что эта пандемия нас оздоровит, сблизит и даст новое понимание, как в условиях новых вызовов 21 века работать дальше. Надеемся, что наши встречи станут теперь более регулярными. Всем нам удачи, терпения и здоровья. В нашей проблемной научно-исследовательской лаборатории существует понятие волонтерства. Сзади меня сейчас одевает комбинезон студентка 6-го курса лечебного факультета нашего университета Безменова Татьяна. Ну вот, волонтеры прекрасно знают правила септики и антисептики. Сейчас мы их еще и продолжим, покажем, как это завершается. Здесь необходима помощь, обязательно, потому что существуют внутренние завязки, которые необходимо сам человек не оденеть. Поэтому здесь моя роль не столько информационно-декоративная, но еще обязательно, что я должен одеть человека, чтобы было достаточно удобно и не возникало вопросов именно по септическим делам.